Доброе утро, дорогие коллеги! Мы очень рады, что этот ранний час начинается с общения именно с вами. К сожалению, нет возможности встретиться с вами непосредственно, поэтому наше общение дистанционно. Но, тем не менее, возможность задавать у вас вопросы будет. И мы сегодня опять в рамках с вами собрались курсов повышения квалификации по программе, которая указана на слайде. Достижение метапредметных образовательных результатов, обучающихся средствами преподавания учебных предметов общего образования. Изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура. Уважаемые коллеги, мы особенно акцентируем ваше внимание на наименование, на название нашей программы, чтобы вы могли соотнести тематику своей итоговой работы с данными курсами. А планка курсов, конечно, стала выше. То есть мы выходим не только на предметные результаты, что сами по себе достигались нами на протяжении достаточно длительного периода, но теперь надо уже осознать, насколько результативно наше преподавание в контексте метапредметных образовательных результатов. И здесь прежде всего нужно сориентироваться на то, что уже мы говорим не о первом начальном уровне образования ребят, а ребят, которые находятся на уровне основного общего образования. То есть в условиях реализации в ГОС это пятые, восьмые классы музыкой и пятые, и седьмые классы изобразительного искусства. Давайте, прежде чем мы сориентируемся в содержании нашего общения, хотелось бы остановиться на вопросе, что же понимается разработчиками федерального образовательного стандарта под метапредметными образовательными результатами. Я процитирую вам, под метапредметными результатами разработчики стандартов понимают освоение обучающимися на базе всех или нескольких предметов, способов действий, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. И специфика формирования и развития метапредметных результатов заключается в том, что метапредметные результаты формируются только в процессе школьного обучения. И, конечно же, опять все заключается, особенность их реализации является и зависит от того, насколько педагог мастерски создает предметно-исследовательскую среду для поддержания собственной деятельности учащихся. Что касается более подробного изучения содержания, что такое метапредметные результаты уже на уровне основного общего образования, я вам рекомендую посмотреть в примерную основную образовательную программу основного общего образования. На одном из слайдов высветится название программы. Я напомню, что это обновленная программа. Она утверждена была в апреле 2015 года, поэтому я бы вам рекомендовала проработать внимательно и не только в контексте преподавания предмета, но еще и достижения метапредметных результатов. Можете себе пометить, на 16-й странице достаточно подробно оговорено, что подразумевается подметопредметными результатами на уровне основного общего образования. Здесь ранжируется так. Это межпредметные понятия, которые формируются у ребят, и универсальные учебные действия, о которых мы многократно говорили. Регулятивные, познавательные, коммуникативные. И говоря о межпредметных понятиях, то, например, важно формировать такие понятия у ребят, как система, факт, закономерность, анализ, синтез, а также читательская компетенция и приобретение навыков работы с информацией и участия в проектной деятельности. Более подробно вы, я думаю, внимательно проработаете этот материал и интерпретируете на свой собственный предмет. Ну а теперь давайте немножечко с вами поразмышляем о том, если у нас программа повышения квалификации называется «Достижение предметных результатов», каковы варианты, оптимальные варианты написания итоговых работ. Не случайно мы заостряем на них ваше внимание, потому что у нас с вами есть изумительная возможность опубликовать наши итоговые работы в качестве статьи. Поэтому здесь важен не объем итоговой работы в контексте положения об итоговой работе, а скорее, пусть это будет небольшая работа, но она как раз будет содержать те самые важные ваши находки в условиях формирования и развития репетишек. Самое первое название, оно высветилось на слайде, реализация технологий деятельностного типа на уроках предметной области искусства, способствующих достижению планируемых образовательных результатов. При выполнении этой работы следует не только описать какую-то результативную педагогическую технологию, которую вы успешно используете в деятельности, но и желательно привести пример или несколько примеров. Можно изложить, если вам это удобнее, в формате технологической карты, но и можете в свободном тексте изложить. Возможно, что вы будете интерпретировать педагогические технологии, которые уже известны у нас в предметной области искусства, а возможно, вы уже пробуете новые технологии, которые не столь давно в ходу. Это кейс-технологии, составление синквейна и так дальше. Я здесь ставлю многоточие, потому что, конечно же, от того, что я перечислю эти технологии, наверное, еще больше запутаю вас. Поэтому, пожалуйста, посмотрите из того материала, который вами уже наработан. При очном общении с педагогами многие сказали, вот если бы касалось дела начальной школы, то было бы все гораздо проще, потому что там уже на несколько рядов это опробировано, и уже есть чем поделиться. Если у вас похожая проблема, то я вам очень рекомендую попробовать вот как раз то, что наработано в начальной школе, переинтонировать на основную школу. Следующий слайд. Формирование, развитие и оценка личностных метапредметных результатов в рамках освоения учащимися основной образовательной программы по музыке. Оценка планируемых результатов на уроке музыки, предметных, личностных и метапредметных, до сих пор обсуждается как педагогами и практиками, так и научными деятелями в области искусства. Возможно, вы уже нашли варианты проверки планируемых результатов. Это может касаться предмета, будет интересно услышать ваше мнение. Есть уже литература, в которой излагается оценка достижений планируемых результатов, поэтому вы можете уже наработками воспользоваться и опять-таки попробовать переосмыслить и привести свои собственные примеры. Я напомню вам, что есть такая замечательная книга, двухтомник «Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе», и я вам уже пояснила, почему я говорю о начальной школе, потому что то, что здесь заложено, вполне используемо и в пятом, и далее классах. И уже есть еще одна книга, которой вы можете воспользоваться, автор Алексеева Л.Л. «Музыка. Планируемые результаты. Система заданий в пятых-седьмых классах. Пособие для учителя общеобразовательных учреждений». В общем-то, этими материалами можно воспользоваться, но, возможно, у вас есть какие-то тестовые задания, возможно, у вас есть задания, которые синтезируют информационно-коммуникационные технологии и вопросы, касающиеся нашего предмета. Ну, что касается метапредметных результатов, то еще раз я напомню, что, конечно, колоссальная результативность предметов по искусству для формирования личностных качеств ребенка, и об этом говорят уже не десяток лет, а добрые, наверное, 40 лет. Но, тем не менее, вот в контексте метапредметности, наверное, имеет смысл еще раз проанализировать все наши находки. Следующий слайд, пожалуйста. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках музыки, а значит, и изобразительного искусства, мировой художественной культуры в условиях реализации в ГОС. И здесь, опять-таки, нужно сказать о том, что педагоги давно и продуктивно используют информационно-коммуникационные технологии. Чаще всего это бывают презентации, могут быть видеофрагменты, музыкальные мультфильмы, интересные ребятам и интересные форматы, в которых используются на уроках и во внеурочной деятельности эти материалы. И мы будем признательны вам, если вы поделитесь интересными проектами и в формате поддержки интереса ребят к учебному материалу, и в контексте драматургии урока, и в формате мониторинга уровня достижений, как предметных, так и метапредметных результатов. Напомню, хоть об этом и чуть позже пойдет речь, но вполне возможно, что ваши материалы в этом направлении информационно-коммуникационной технологии на уроках музыки достойны того, чтобы быть в базе нашего банка регионального депозитария электронных образовательных ресурсов. Это и бонус вам, как педагогу, и я полагаю, нет смысла изобретать колесо, если оно уже кем-то изобретено. И поэтому я думаю, что если вы поделитесь материалами, а они будут вашими авторскими, ваши коллеги только скажут вам огромное спасибо. Следующий слайд. Активизация деятельности учащихся на уроках музыки. Этот же вопрос мы задаем и размышляем над этим, когда преподаем изобразительное искусство, мировую художественную культуру, формы, приемы и методы работы по активизации. Вот так мы предложили такое название темы итоговой работы. Здесь я вам тоже хочу проговорить, что достаточно уже много материала в этом направлении разработано и опубликовано. Я вам напомню, что это педагогика искусства масловой, где задания и какие-то интересные находки Людмила Павловна предлагает педагогам. Нам остается это попробовать, может быть, адаптировать к себе и к своим ребятам, потому что нет похожих классов, наверное, как и нет похожих педагогов. Все мы очень индивидуальны. И вот ваши какие-то интересные методы и приемы по активизации деятельности на уроке учащихся уже в контексте реализации в ГОС. Это и деятельность в парах, это и деятельность по подгруппам, и это самооценка и оценка других ребятишек. Ну и, в общем-то, рефлексия и мониторинг того, насколько понятно ребенку то, о чем мы говорим, и насколько он осознает уровень воспринятого материала. Данный материал может быть изложен в свободной форме. Примеры по их использованию могут быть изложены в технологической карте. Как хотите. И еще мне бы хотелось, чтобы вы не забывали о том, что нужно обязательно, если вы даете какое-то задание, обозначить цель, оборудование и затем уже описать задание. Следующее. Проектирование современного урока в аспекте требований в ГОС по достижению образовательных результатов учащихся. Опять-таки, мы давным-давно с вами говорим о дроботургии урока, которая обязательно должна будет присутствовать, если у нас идет урок искусства. Потому что должны быть какие-то кульминации, спады, должна быть пауза для осознания каких-то внутренних эмоций, должен быть период для того, чтобы ребенок высказал свое мнение и составил диалог со своими друзьями и, может быть, высказал что-то такое, что, может быть, идет вразрез с другим мнением. Но опять-таки, благодаря формированию и развитию метапредметных результатов, достижений учащихся, другие просто обязаны его выслушать. Согласитесь, это здорово проецируется на личностные качества человека. Кем бы ребенок впоследствии не стал, он живет в обществе, и решать бытовые задачи, профессиональные ему придется именно в кругу коллег и близких людей. Поэтому эта тема касается, еще раз повторюсь, драматургии урока и того, как мы оцениваем планируемые результаты и достигаем ли мы их. Материал в практической части тоже желательно изложить в формате технологической карты, поскольку здесь идет разговор о драматургии. И последний, наверное, многие вот те итоговые работы, которые мы получили, они как раз составлены в этом ключе, проектирование рабочей программы по предмету и программы внеурочной деятельности. Ведь иногда мы берем работу, которая, по нашему мнению, кажется более просто выполнима. В результате основной проблемой коллег, которые уже прислали свои рабочие программы, было следующее. Программы по внеурочной деятельности не звучат в контексте федерального образовательного стандарта. То есть это программа, которая могла быть написана не десяток, а, наверное, несколько десятков лет назад. Даже если это по-прежнему у вас по наименованию кружок, объединение или какая-то студия, мы должны с вами решать в контексте этой внеурочной деятельности ключевые задачи, поставленные в ГОС. Поэтому конструируйте ваши рабочие программы. Чуть позже мы остановимся. Я уже хочу сказать, и на слайде эта книга высветится. Есть такая замечательная книга «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор». Хорошо, я покажу. Вот так она выглядит. Так она выглядит. И практически эта книга имеется совершенно во всех образовательных организациях. Потому что наряду с федеральным образовательным стандартом, с примерными программами внеурочная деятельность занимает тоже достаточно большой и обширный объем в учебно-образовательной деятельности. А методический конструктор, потому что действительно, воспользовавшись советами, изложенными Григорьевым и Степановым, можно смоделировать любую программу. Здесь, во-первых, вы увидите, наверное, самую главную особенность внеурочной деятельности в условиях реализации в ГОС, что она поступенна. И поэтому, говоря об основной школе, мы уже должны говорить о том периоде, когда ребенок предъявляет свое мастерство и делает этот мир лучше, добрее. Потому что подросток деятелен. Если его не направить в доброе русло, он будет разрушать. Поразмышлять, насколько это удобоваримо для... Насколько это удобоваримо в контексте реализации ГОС, вам поможет эта книга. Есть тут такой раздел, методический конструктор внеурочной деятельности, затем результаты и эффекты внеурочной деятельности, классификация результатов внеурочной деятельности, взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. Я полагаю, что как раз это и может стать предметом немножечко реконструирования вашей имеющейся программы. То есть вы просто должны ее несколько переинтонировать. А еще поможет вам эта книга определить результативность, опять-таки, в контексте федеральных образовательных стандартов. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников – это то, что вообще практически все авторы программ по внеурочной деятельности просто не предложили. И опять-таки напомню, это не только развитие вокально-хоровых навыков, если это певческая программа, но это личностные результаты и коллективная деятельность. Не случайно у нас сейчас… Пожалуйста, посмотрите еще раз мы… Нет, вот сюда, наверное, надо. Ага. Кстати, если вы кликнете и наберете эту программу в интернете, она вам выйдет полностью, и вы сможете поподробнее ее посмотреть. Итак, друзья мои, еще, говоря вот о внеурочной деятельности и о коллективных каких-то формах общения с детьми, я напомню, что уже в рамках государства и Министерства образования и культуры ставится высоко осознание того, что музыкальные творческие коллективы могут очень многое дать каждому ребенку и коллективу конкретно. Поэтому и появилась программа развития системы российского музыкального образования на период с 15 по 20 годы. Очень важная программа, о ней я скажу чуть позже. Ну а теперь, не случайно, вы увидели, наверное, книгу, которую знают практически все учителя музыки и мировой художественной культуры. Я думаю, что слышали об этой книге и учителя изобразительного искусства. Это «Педагогика искусства Маслова» Людмила Пауловна. Симпатична эта книга, потому что, по сути, содержание не устаревает. И уже даже вот одну цитату я вам из этой книги приведу, и вы, наверное, со мной согласитесь. «Общественное сознание еще не прониклось идеей Канта, что научный человек есть продолжение художественное, что искусство зачастую идет впереди науки и философии в поисках новых форм познания и действительности». Смотрите, как все это звучит актуально и на сегодняшний день. «Не сформировав художественного мышления, человек не может встать на путь науки. Разве инженеру-ученому не нужны фантазии, интуиция, воображение, вдохновение, пространственное мышление?» Здорово, здорово. Поэтому эта книга по-прежнему остается, наверное, настольной книгой учителя предметной области искусства. И в материалах к модулю шестому, где предлагается вам задание, выложены фрагменты из этой книги. Я вам напомню, что здесь изложены простейшие технологии, простейшие элементы, стержневые позиции технологии педагогики искусства, где формируются у детей наблюдения и поиск, и обобщение. Согласитесь, действительно, когда мы находим контрасты и сопоставления в художественном произведении, неважно, музыкальное оно, произведение изобразительное искусство, или это фрагмент оперы, где синтезируется многое, да, происходят такие действия, как наблюдение и поиск. А когда ребенок пытается переинтонировать мелодию на язык жеста и поразмышлять, о какой вес у этого художественного произведения или какая походка у этой музыки, вот согласитесь, это то самое развеществление символики, которому нас призывают опять федеральные образовательные стандарты. И это формирует у ребенка не только фантазию воображения, но вот эти замечательные познавательные действия, которые будут ему полезны. Я не буду подробно останавливаться на этой технологии. Полагаю, что каждый педагог должен с ручкой или с карандашом просто пройтись по тексту и выбрать для себя то, что считает возможным для использования. Ну и также здесь описаны в этой книге методические приемы. Согласитесь, они и сегодня звучат очень актуально. Интонационный анализ художественных произведений. Да, интонация, как ряд раздражителей, которые вот заставляют нас задуматься и создают у нас определенное впечатление. Значит, автор что-то этим хотел сказать. Переинтонирование образа через постановку различных художественных задач. Ребенок, слушая музыку, может представить себя режиссером. Он может не согласиться с постановкой Станиславского и предложить свои варианты. Возможно, это коллективная работа. Он может выступить как дизайнер спектакля и решить по-своему какое-то уже известное художественное произведение. Или, например, такое задание – переинтонирование образа на язык смежного вида искусства, то есть перевод в другую модальность. Что касается драматизации, театрализации, мы давно уже с вами в начальной школе этим пользуемся. Но и в основной, если уже заложена вот эта основа и брошенное-то зерно, оно может произрастать и в основной школе. Метод художественного моделирования, создания композиций. Как без этого коллективные работы и здесь возможны. Выход во внемузыкальные сферы, сопряженные с проведением аналогий, сравнений, возникновением ассоциаций. Я думаю, что вы с удовольствием, как и я, вот готовились, когда готовилась к сегодняшней встрече, перелистаете эту книгу и возьмете что-то себе на вооружение. Отдельно расположены задания. Они, кстати, могут стать основой того формата, как вы можете вот эти активные методы приема и задания изложить в своей итоговой работе. Ну, например, вот такое замечательное задание. Какая ты музыка и как ты звучишь? Описана цель постижения музыки как энергетического поля автора и его мироощущения жизненной творческой позиции. Предлагается материал. В данном случае представлен Клод Дебюси «Лунный свет», Шопен «Ноктюрн», «Ми бемоль мажор» и «Моцарт», «Турецкая ронда». И дальше выполнение задания носит диалог. После короткой беседы о том, что весь мир музыкален и звучит каждый жест, каждое прикосновение, мы ставим вот такую творческую задачу. А давайте, ребята, поразмышляем, кто как звучит в классе. И даются музыкальные произведения, и соотносятся с определенной личностью. Кстати, это замечательный такой момент для того, чтобы, может быть, каждый задумался, почему именно я так звучу. Вот я думаю, что это будет здорово. Посмотрите, заданий достаточно много, и вы можете их использовать в том виде, как предлагает Людмила Павловна, а можете переинтонировать и прислать, не забыв сослаться на автора. Я просто к тому, что работая по федеральным образовательным стандартам, все-таки не следует отметать все то, что является, наверное, золотым фондом. В данном случае вот таких педагогических подходов и технологий. Еще одна книга, которую бы я вам тоже рекомендовала использовать, это «Познание музыки как воспитательная проблема» Альберта Сапеличаускаса. Тоже я вам этот материал скинула на... Ну да, ваш образовательный модуль, посмотрите внимательно, тем более, что есть такая книга, если она у вас есть, то, пожалуйста, ее перелистайте, «Русская музыка в школе». Она вышла под авторством Сергеевой, Критской, Шмагиной, в общем, посмотрите, по-моему, Иропатской тоже. Ну вот есть два варианта этой книги, они несколько отличаются, но там даны фрагменты уроков как раз вот на основе этой педагогической технологии. Она интересна, она замечательно подходит для того, чтобы приобщить ребенка, теперь уже, наверное, ну, подростка, конечно же, если это основная школа, к размышлению и об эпохе, когда творил композитор, и то, что действительно, бытие, которое нас окружает, вот этот эмоциональный фон, в котором пребывает автор, здорово влияет на не только на его жизнь, но и на его творчество. Валентина Прокопьевна сейчас вам скажет еще об одной книге. «Искусство» Борис Михайлович Неменского, она переиздана в 2012 году, и на сайте просвещения вы можете также, кто не знаком еще с этой книгой, познакомиться. И здесь по содержанию основы учебного предмета изобразительного искусства в третьей главе. «Искусство в образовании» — вторая глава. «Искусство и мироощущение». В список литературы эта книжечка в дистанционке, в образовательном модуле выложена, и вы можете эту книгу также найти. «Изобразительное искусство в современной школе». Эту книгу используют и в список литературы, в итоговых работах, которые уже прислали, есть, и она является настольной книгой, и также выпущена в просвещении, и в электронном варианте ее можно скачать также в этом издательстве. И книги, которые выпущены, изданные в Крепкро, и мы еще раз напоминаем и представляем вам эти книги. Да, вы ими можете воспользоваться, и они, наверное, будут полезны на уроках, и не только вот музыки, музыкальной культуры Кузбасса здесь. Сразу отвечая на вопрос, действительно, мы не представились, почему-то решили, что нас уже все знают. Мы методисты Института повышения квалификации Кузбассского регионального, Института повышения квалификации и переплодготовки работников образования Валентина Прокопьевна Новоселова и Ирина Леонидовна Шаталова. Мы методисты кафедры гуманитарных, художественно-эстетических дисциплин, и заодно являемся кураторами, сопровождающими вас, ваше образование вот в данном модуле по предмету. Вот сейчас вы видите те книги, с авторами которых стали ваши коллеги. Это книга, которая называется «Реализация требований в ГОС» начального основного общего образования художественно-эстетическое направление. Этих книг две, в двух частях. Есть отдельная книга по музыке, а есть отдельная книга по изобразительному искусству. Хочу вам сказать о том, что эту книгу мы можем направить вам под заказ. Если есть такая нужда, то мы можем вам эти книги переслать. Несколько слов по поводу книги, касающейся музыки. Мы сочли необходимым сюда включить примерную основную образовательную программу. Все, что касается предмета и требований к результатам освоения программы по начальному основному образованию. А дальше материалы, которые касаются предмета. Особенности реализации в ГОС начального и основного общего образования в преподавании музыки. Системно-деятельностный подход в обучении и проблемные ситуации и мотивации обучающихся диалогу на уроках искусства, где еще раз предлагается вспомнить вам ключевые методы художественной педагогики. Отдельные статьи касаются технологической карты урока музыки как дидактического инструментария педагога. И приводятся технологические карты, которые разработали ваши коллеги. Правда, это технологические карты по начальной школе, потому что как раз все мы работали, вводили в ГОС на первую ступень обучения. Вот, возможно, вам это будет интересно. Следующая книга, которая... Музыкальную культуру можно купить? Музыкальную культуру, конечно, можно ее приобрести. Она информации в ней не устаревает. Позвольте, я еще раз ее пролистаю. Я напомню, что это вот такой очень, на мой взгляд, полезный материал, становление музыкальной культуры в Кузбассе и музыкального образования, творческие музыкальные объединения Кузбасса, профессиональные музыкальные коллективы, любительские коллективы и композиторы Кузбасса. И к этой книге прилагается диск. Если вдруг у вас нет материала звукового, то я думаю, что вам вот в таком комплекте имеет смысл купить, приобрести. Наши координаты у вас есть, вы можете с нами созвониться, можете написать, и мы согласуем тот период, когда вам будет удобнее, чтобы мы вам эту книжицу передали. Тут как-то с оказией, да? Пожалуйста. И еще одна книга. Нечто подобное будет и в результате нашего с вами сотрудничества. Вот вы увидите, что здесь в основном авторами является прокопчание, как раз потому, что именно у них шли курсы повышения квалификации, и они были заинтересованы в любом случае написать итоговые работы. И таким образом получается, убили двух зайцев. И написали итоговую работу, и материалы попали вот в эту книгу. Художественно-эстетическое музыкальное образование, обучающиеся в условиях реализации требований в ГОС. Здесь вы увидите интересные уроки. Я остановлюсь на музыке. Музыка о Шукшине. «Всю жизнь мою несу Родину в душе». «Великий колокольный звон» – это три работы, которые заняли первое, второе и третье место вот в этом конкурсе, объявленном в год литературы. И далее. Различные, на мой взгляд, это, наверное, тоже полезные какие-то материалы. Гимны «Моей Родины», иносказательность притчи, фольклора музыки русских композиторов, музыкальная прогулка по Кузбассу. И удивительный мир после урока – это опять-таки то, что касается внеурочной деятельности. Музыкальный театр. «Я был от балов без ума». Пару слов скажу по поводу последней программы. Она была написана для обучающихся лицея, да? И вот вы чувствуете, как резонирует. Все-таки в лицей попадают обучающиеся, более одаренные или проявившие себя. Поэтому, может быть, не случайная тематика такая. Вам, может быть, будет интересно познакомиться с этим материалом. И поскольку, если вдруг вас что-то заинтересовало, и вы хотели бы зеркально провести данный урок или что-то взять из программы по внеурочной деятельности, опять-таки слайды прилагаются. И я хочу сказать, что на диске. И в диске есть также два произведения, которые называются «Родной Кузбасс» и «Просто наш Кузбасс», которые можно разучить с ребятами, которые можно разучить. Там есть и минусовки, и плюсовки. Поэтому, получается, видите, наша с вами коллективная работа, ну, очень полезна для того, чтобы обогатить не только какой-то информационный пласт, но еще и музыкальный. Крига «Реализация требований ФГУ с начального основного общего образования по художественно-эстетическому направлению по изобразительному искусству». Авторами являются Казарина Татьяна Юрьевна и Новоселла Антина Прокопьевна. Казарина Татьяна Юрьевна долгие годы преподавала методику преподавания изобразительного искусства в педагогическом колледже, и поэтому ее материал, представленный по методике, очень ценный. Также дана технологическая карта, как заполнять эту технологическую карту для педагога. И если вы пользуетесь, я бы хотела обратить внимание, сделать нужно примерно по той схеме, как предложено в этой книге. «Составление урока, деятельность учащихся и формируемые универсальные учебные действия». И структурный элемент урока идет горизонтальной строчкой. Потому что когда очень много колонок, то не читается такой вид продукции. Так, ну, хотела бы вас еще раз обратить внимание еще на то, когда вы пишете свою работу, обязательно делать ссылки. Вот, при формировании урока, «Деятельность учителя» — это в глагольной форме. Что делает учитель? Он организует, он предлагает. И учащиеся то же самое. Рисуют, рассматривают, анализируют. Если они анализируют, то что они анализируют? В конкретном вот этом уроке или в фрагменте урока вы описываете все вопросы, которые вы задаете детям. Не просто они анализируют картины природы, а как они анализируют, на что они обращают внимание. Учитель может обобщить, выявить, что главное, он пытается выудить от учащихся для того, чтобы у ученика что-то сформировалось по данному фрагменту. Следующая книжечка, которая вышла, также используются итоговые работы. Это организация контроля и оценки качества знаний об учащихся по предметам изобразительного искусства и мировая художественная культура. Вот здесь дана обложка книги и в самой книге даны таблицы, вопросы, а в диске даны уже конкретные задания с ответами на эти задания, с критериями оценки этих заданий, приведены задания, используемые на те, которые были представлены на Олимпиадах муниципального уровня, потому что наш кабинет принимал участие в составлении этих заданий, и также федерального уровня. И там даны ссылки именно из какой Олимпиады эти задания взяты или кто автор, составитель данных заданий. Поэтому без наглядных каких-то материалов очень сложно. Но учитель может тогда сам придумать свои вопросы, задания, но может сориентироваться по поводу этих книг. Ну и все эти книги пока у нас есть в институте, их можно заказать и еще допечатают, поэтому можно будет заказать. Два педагога, чьи материалы здесь включены, это педагоги из Междуреченска, которые были на курсах в мае месяце прошлого года. Вот вы сейчас зарегистрировались на дистанционном обучении, у вас есть логин и пароль. С этим же логином и паролем вы можете зарегистрироваться в депозитарии. Электронный адрес депозитария. Депозитарий предлагает, ну предназначен для хранения систематизации представления доступа к электронно-образовательным ресурсам. Инициатором размещения этих электронно-образовательных ресурсов является автор ресурса, то есть вы, учителя. Заполняется заявка, который присылается вот на этот адрес. Вы можете вот это положение по депозитарии открыть, прочитать. И по виду электронно-образовательные ресурсы систематизируются как электронно-учебно-методический комплекс, электронно-учебно-методическое пособие, электронный модуль проверки знаний, электронно-демонстрационный материал, видеотрансляции и другие материалы. Скачивать и просмотреть какие-то ресурсы можно после авторизации посетителей. То есть вы регистрируетесь, и тогда вам будет доступ к этому материалу. Да, вот хотелось бы вас сориентировать. Замечательное есть пособие электронного формата. Это азбука театра. И я затрудняюсь назвать предмет, где бы невозможно было бы это использовать, потому что... Педагог. Педагог Унгурова Инна Витальна, учитель музыки города Прокупьевска. Так что получается, коллеги, что мы можем пополнить вот наш банк. Да, этот материал и для учителя изобразительного. А во внеурочной деятельности тоже замечательно. Ссылки очень интересные, интересная информация. Она и краткая, и красочная. Вы можете воспользоваться. Скачайте. Очень объемный материал, поэтому даже если бы вы захотели, мы вам на флешку не смогли бы забросить. Есть и другие материалы по уроку. Возможно, что посмотрев эти материалы, а по музыке там порядка четырех материалов, вы что-то будете тоже использовать, дабы разнообразить свой урок. Мы приглашаем вас принимать активное участие в публикации своих материалов. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, чтобы вы заходили на нашу кафедру гуманитарно-художественно-эстетических дисциплин. То есть на сайте нашего института есть подразделение. Вы нажимаете, находите кафедру гуманитарно-художественно-эстетических дисциплин. И здесь вам будет интересная и полезная информация. Это методическая копилка и методические рекомендации. Методические рекомендации уже представлены на этот учебный год, поэтому по всем предметам нашего художественно-эстетического цикла вы можете воспользоваться. Но для того, чтобы зайти в методическую копилку, вы также должны зарегистрироваться. Можете использовать этот же логин и пароль для своей регистрации. В методической копилке представлен опыт работы наших педагогов. Это педагоги по изобразительной деятельности дошкольных образовательных учреждений и учителей изобразительного искусства. Поэтому мы с удовольствием ваши материалы, которые будут иметь ценность для других педагогов, обязательно... Пока можете воспользоваться тем материалом, который уже представлен в этой методической копилке по музыке, по изолам, по мировой художественной культуре. Вот это учитель Лагунова Галина Васильевна из Полысаева. Она представила поэтическую тропу по Полысаеву. И это путешествие по городу, у неё организовано это было на уроках мировой художественной культуры, можно организовать на уроках изобразительного искусства, путешествие по городу Междуреченска. Кстати, такие материалы в одной итоговой работе были. Ну, может быть, вы ещё представите какой-то более интересный, современный материал. И ещё я хотела бы вам представить один интересный сайт, который называется «Дедактор». Так, а как вы мне уменьшите? Ну, вот здесь представлен автор этого сайта, Асфат Сатуров Георгий Осипович. Этот сайт – это педагог университета, Армавирского университета, кандидат исторических наук, занимается современными образовательными технологиями. Асфат Сатуров Георгий Осипович. Я рекомендую на этот сайт зайти, сделать подписку. Вам будут высылать интересные материалы. У него интересны изданные книги «Технология целеполагания урока», «Эффективное управление учебным процессом невозможно без овладения», «Механизмами четкого осмысления построения системы целей». В пособии рассматриваются важные вопросы практического целеполагания, виды целей, иерархии, требования их к формулировкам. Эти книги будут вам полезны. Книга «Дизайн медийного урока». Вы создаете презентации для того, чтобы это было грамотно, это было современно, интересно, воспользоваться его пособиями. «Медиа дидактика в современный урок». Представлены методические материалы, а также приемы медиа дидактики. Цель их использования — создать мультимедийные уроки более эффективными. И на сайте я скопировала те статьи, которые есть. Они все активны, можете вы их прочитать, более подробно разобраться, и использовать эти технологии, которые предлагает автор. Они абсолютно уникальны. Он проводил мастер-класс в нашем институте по современным технологиям, которые мы использовали. И одна из нескольких технологий, представленная на данной презентации, приемы медиа дидактики, прием лупа. Вы видите кадр из слайда. Вы все узнали картину Сурикова «Утро стрелецкой казни». Автор предлагает делать скрытые ссылки на тех персонажей, героев, которые вы хотите рассмотреть. И картина у нас остается и высвечивается крупно какой-то определенный фрагмент этой картины. И мы можем легко привлечь внимание детей к анализу вот этого фрагмента. И такие презентации наиболее интересны для человек, для детей, для восприятия. Следующий прием — это прием экрана. Когда в программе размещаются небольшие иконки, ну вот здесь вот их 12 иконок, это разные могут быть портреты художников, это картины, которые вы рассматриваете на уроке. Вы нажимаете какой-то из данных слайдов, и на экране появляется крупное именно это изображение. Вы можете перейти к любому изображению в этом слайде. Очень хорошо описана технология. Но если будут какие-то вопросы, то можно, в принципе, разобраться или спросить у человека, который создает такие презентации. Здесь... Ну вот еще один прием трафарета. Здесь представлены на слайде названия городов, и человек выбирает 17 городов, которые не являются столицами Европы. Вы можете написать фамилии русских. Допустим, нам нужно выявить, знают дети фамилии передвижников. Написать эти фамилии. И затем нажимают «Проверь себя» и закрываются трафаретом все, что не нужно на данном слайде. Это тоже интересное задание. Сразу виден результат, и ребенок может проверить себя. Если вы, допустим, не сразу выставляете оценки, если после урока оттягиваете этот результат на следующий урок, то это уже не будет актуально детям на следующем уроке. Ребенок сделал сейчас, он должен результат получить сразу. Один из интересных – это рубрика авторская коллекция и коллекция других авторов присутствует. К нашей презентации вам прикрепят несколько материалов, которые будут дополнительными, которые мы вам не сможем показать. Но интересное – «Колесо фортуны». «Колесо фортуны» разработано учителем музыки по шаблону Асфо Цатурова. Поэтому учитель ИЗО может использовать по аналогии, не удаляя слайды, не удаляя вопросы, а просто копируя и вставляя свои вопросы, ответы, свои рисунки, картинки, так, как это сделано, чтобы вам не включать определенные гиперссылки. То есть здесь сама технология автор сделал таким образом, что вы можете использовать шаблон и по этому шаблону вставлять свои вопросы и ответы. Очень интересное «Колесо фортуны» по музыке. Здесь три темы. Тема – инструменты музыкальные, композиторы произведений и разное. Можно сделать темы 5 класс, 6, 7 класс, и у вас одна презентация на все классы. Всего нужно ввести 48 вопросов, на них 48 ответов и иллюстрации. Учителю изобразительного искусства нужно очень внимательно посмотреть, какие репродукции или картину он вставляет, чтобы они были яркие по техникам или по тому, на что ребенок отвечает, чтобы были интересные слайды, слайды, картины, подобранные педагогом. На сайте у нас этого «Колесо фортуны» нет, но у Асфат Сатурова нужно поискать вот в рубрике «Авторские коллекции». Но вот этот, там у него по истории есть, по музыке. Я стала составлять по изону, не закончила еще. Но мы вам прикрепим вот этот материал. Именно «Колесо фортуны». Да, «Колесо фортуны» по музыке. Так, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вы пока думаете над своими вопросами, а я бы хотела еще, так как я проверила три работы, которые мне уже пришли, хотела бы провести с этими людьми консультацию, но она будет и полезна для других. Вот если мы вернемся с вами к слайду, сейчас я его найду, к темам, вот и так дальше, к самой первой теме. «Реализация технологий». Хайрулина Галина Геннадьевна выполнила и итоговую работу, и выполнила работу в модуле. Но если Галина Геннадьевна желает, чтобы ее опубликовали, вот у нее в материале есть приложение, где даны интересные фотографии, а сам опыт работы, он представлен не как опыт, а как реферат по работам педагогам, как нужно составлять в рекомендационном таком плане. Поэтому нужен конкретный материал, конкретные вопросы, то, что делается, ну, допустим, Галина Геннадьевна пишет о принципах системно-деятельностного подхода. Принцип деятельности ученик получает не готовые знания, а ищет их сам осознанно. То есть все это нужно в практическом плане, как это осуществляется, на уроках с примерами. Это будет личный ваш опыт, который мы можем опубликовать. Достаточно поставить запятую и написать «например» и даете конкретный пример. Да, принцип психологической комфортности. Ну, часто в уроке пишут «создание…» ну, создаем положительный эмоциональный фон. А как вы создаете? Вот это важно. Как вы создаете? Вот это нужно описать. А не просто написать вот эти вот фразы. И я считаю, может быть, Герасима Светлана Леонидовна проконсультирует, как нужно делать, ну, всех педагогов Междуреченска, потому что у нее выполнена работа грамотно, как нужно делать ссылки, связать со списком литературы. Но вот по ее уроку я бы хотела урок интересный. Здесь рассматриваются портреты, представляются несколько портретов. Учитель зачитывает стихотворение Заболоцкого «Портрет». Они слушают музыку Глинке «Вальс фантазии» и соотносят портреты с этим поэтическим образом и музыкальным образом. И Светлане Леонидовне я бы посоветовала таблицы «Анализ средств выразительности образа» несколько другие сделать, чтобы вот эти образы, они, ну, или впечатления, дети составили впечатления. Композиция, ракурс, свет, форма, фактура, материал, эмоция. Ну, то есть название в таблицах нужно что-то поменять, нужно подумать и сделать их более, не знаю, пока я не придумала, что можно сделать, но я думаю, Светлана Леонидовна, умный педагог, талантливый, она найдет варианты. Но они как бы не сочетаются с тем, что рассматривалось на уроке. Еще одна работа, которая была сдана, это педагогом Васильевой Ольги Владимировны. У нее рассматривались работы Сурикова, Боярани Морозова. Но нужно поставить вопросы, учитель обобщает ответы. Вот то, что в деятельности ученика прописано, анализирует картины, сравнивает свою работу с вариантом, предложенным учителем. Так, осмысливают урок. Сейчас не то. Так, подождите. Где ее тема? Вот здесь. Слушают. Осмысливают цель урока. Вот для того, чтобы они осмыслили цель урока, ничего не сказано, каким образом они осмысливают. Обучающийся получает представление о философском размышлении над картином, о ее основной роли в искусстве. Учатся анализировать картину на примере произведения Сурика Боярани Морозова. Там даны в деятельности учителя основные аспекты, которые описывает учитель. Несколько предложений. Нужны вопросы или нужны те, та беседа, формулировка беседы, диалога, который проводит учитель. А там просто констатация в каких-то определенных фактах. И следующую картину Дети анализируют на рефлексии. Это тоже не рефлексия, это не задание, которое дети должны представить в конце урока. Рефлексия – это то, что мы уже, какие ощущения ребенок получил от урока. Ну и когда дети приходят, допустим, домой. Что спрашивают часто родители? Какой получил оценку? Плохо, значит, его будут ругать, хорошо, похвалят. Нужно, чтобы сам ребенок, приходя домой, мог рассказать о той картине, о том музыкальном произведении или включить, дать послушать родителям это произведение, чтобы они вместе обсудили, у него какой-то вопрос возник по поводу вот этого произведения. То есть вот над этим вопросом нужно вам поразмыслить и так как вы прикрепили ваши работы, они зачтены, но если вы хотите, чтобы ваша работа была опубликована, вы еще подумайте, пришлете на электронную почту для публикации в сборнике. Если времени недостаточно нет, то этот результат ваш, он останется просто как в письменном варианте будет лежать, никто им не сможет воспользоваться. Это должны быть не рекомендации, это крупицы опыта, из чего складывается ваша система работы. А еще, Светлана Леонидовна, вот когда вы описываете с детьми, вы проводили в интернете, так, что вы проводили, так, проект «Радуга». Желательно бы его описать более подробно, все организационные моменты, потому что это интересно, чтобы учитель мог воспользоваться вот этим и организовать такую же деятельность у себя. и выслать на электронную почту. Так, какие у нас вопросы появились? Сколько страниц должна быть итоговая работа? Не важно, сколько страниц. В данном случае не важно, важно содержание. То есть работа может быть 4-5 страниц, может быть даже меньше. но это не то, во-первых, она должна быть сделана с ссылкой на ВГОС, если вы действительно хотите, чтобы ваш материал опубликовали. А я думаю, что это вот чудесная возможность, редко так бывает на курсах, чтобы итоговая работа была не только зачтена как результат вашей деятельности на курсах, но еще была бы опубликована. Поэтому присылайте, может быть, даже небольшой материал, но согласно положению в итоговой работе, там заявлено 15 страниц на человека, 10 страниц на человека. Но, естественно, она может быть значительно меньше. Не забывайте делать ссылки на авторов, идеи которых вы берете, или на коллег. не забывайте, пожалуйста, цитировать какие-то положения, ключевые положения, которые вы работой подтверждаете из ГОС, да, из примерных программ. Это очень важно, потому что мы в профессии, многие из нас достаточно давно, но вот то, что следует переинтонировать свою деятельность, это понимает прекрасно каждый. С одной стороны, многие удивляются, ведь результативность уроков искусства, она видна, то есть личностное развитие ребенка происходит колоссально, но, тем не менее, вот видите, следует все прописать. И еще хочу сказать, что хоть мы и порекомендовали какие-то ключевые темы итоговых работ, они могут быть варьироваться, ну, например, реализация технологий деятельностного типа, может быть, реализация технологии педагогика искусства масловой на уроках музыки в таком-то классе или при работе над такой-то темой, то есть можно конкретизировать. Я полагаю, что вот есть интересная идея, может быть, кто-то за нее возьмется, многие из нас с вами используют слова аристетических эмоций, ну, куда же без него, тем более в основной школе, в школе, когда есть вот такие полутона эмоций, и от того, какую эмоциональную составляющую при анализе музыки и находит ребенок, можно обо многом сказать, да, обо многом сказать. Поэтому, возможно, вот как раз это и читательская вот вашей темой итоговой работы будет использование словаря эстетических эмоций на уроках музыки, и вы приведете различные варианты, различные задания, когда вот ваши ребятишки будут продуктивно использовать этот словарь. Все вы еще знаете, мы на курсах, если вы были у нас на курсах повышения квалификации, рекомендуем анализ музыкального произведения, который составила Тамара Васильевна Челышева, она академик из Москвы, профессор, и в одном из способ вот такой анализ предлагается, но время идет, и я еще раз хочу, уважаемые коллеги, вам напомнить, что все-таки основным документом, который заставляет что-то менять в уроке музыки, являются скорее не рабочие программы того или иного автора УМК, которым вы пользуетесь учебно-методическим комплектом, примерные программы они более мобильные и еще раз повторюсь, программы вышедшие в пятнадцатом году, особенно начальная школа, здорово отличаются и усложняют деятельность учителя музыки, это точно, почему, ну потому что у нас уже появляются во втором классе такие понятия, как интервалы, дети должны и визуально ощущать, рассматривать, находить, где какой интервал, согласитесь, это как раз вот та самая метапредметность, когда анализируют какой-то текст визуальный и находит ответы, так что от секунды до октавы ребятишки должны быть осведомлены, работа над гимном переносится во второй класс, естественно, если вы откроете учебники прошлогодние или позапрошлогодние, ничего подобного там не будет, но еще раз напомню, при составлении программы, вашей рабочей программы, вы должны учитывать вот эти все изменения. Появилась новая рубрика «Я артист», появились коллективные проекты, внимательно посмотрите, многое придется переинтонировать в нашей деятельности. И еще мне хотелось бы вам напомнить то, что в общем-то не нужно уповать на то, что тогда нам придется вот как-то все менять или ждать новый выпуск учебника. В общем-то коррективы небольшие будут в учебниках и в рабочих тетрадях для ребятишек, а больше содержания. Я могу, хочу вам напомнить, что все-таки в начальной школе 20% содержания, если вдруг вы посчитаете, что это знание или эта тема будет сложна для этого класса, вы можете корректировать. Что касается основной школы, то там пока все еще на стадии становления, я полагаю, когда уже один раз мы пройдем полностью с 5 по 8 класс уроки по ВГОСу, тогда и появятся изменения, как сейчас произошло с начальной школой. Поэтому начальная школа по-видимому какой-то период уже устойчиво будет данная программа, вот в основной школе точно будут изменения. А я еще раз вернусь, начала я немножечко меня унесло. Мы ее отсканируем и тоже передадим вместе с презентацией. А можем в дистанционку? А можем в дистанционку? Давайте в дистанционку. Мы отправим этот материал. И еще, вот говоря об анализе музыкального произведения полезно, да, это вкладыш в тетрадь обучающегося, очень поможет ему сориентироваться вот в этих ключевых каких-то понятиях музыкального языка. Но ведь его можно расширить, потому что время идет, этот анализ был написан, ну, где-то, наверное, в 90-х годах прошлого века. Поэтому возможно, что вы займетесь этим и обновите этот анализ в контексте уже современных требований. Так что, пожалуйста, берите любое направление, которое считаете более актуальным. Получится, что вы сделаете полезную для себя работу, потому что вы первый человек, который воспользуется этим материалом. И это будет пища для размышления коллег. Думаю, что вот все-таки, извините, уже который раз повторяюсь, что вот эту возможность опубликоваться нельзя упускать. В принципе, ведь работа может быть не индивидуальной, она может быть коллективной. И присылая, то есть одну и ту же работу, если Иванов и Петров вместе делают эту работу, Иванов прикрепляет и отправляет работу, и Петров отправляет. Таким образом, просто мы знаем, что это коллективное. Хотя, если появится Сидоров, то и он тоже может принять участие. Вот возможно, работа в парах, в тройках, в пятерках, она может быть даже более продуктивна. Так что, пожалуйста. Еще я бы хотела озвучить. У нас кафедра проводит конкурсы художественного и творчества педагога. В мае месяце прошел конкурс, но Междуреченск не принял участие, конкурсы, посвященные в году кино, были шаржи на киногероев. Следующий конкурс, ну, это не конкурс, а другая номинация. Другая номинация, это афиши, эскиз афиши. Не надо ее рисовать на лист ватмана, можно на лист нарисовать формата А4, нарисовать, сделать компьютерный вариант, калаш какой-то. Положение у нас 18 апреля указано, но мы еще продублируем вот эту номинацию. Вы делаете фотографию, высылаете заявку. Не надо требовать конкретно заявки, которая подписывает у нас, подписан, подписывается, где пишется фамилия, вы пишете фамилию, имя, дальше имя записываете в одну строчку, фамилия, имя, отчество. Учебное заведение, где вы работаете, город, название работы, но оно будет, конечно, все равно, в любом случае вы пишете. Творческие работы выставляются на сайте, за них принимают голосование, но и работают члены жюри, присуждаем вам дипломы или каждый участник получает сертификаты. 100 рублей стоит ОРБ взнос. Последняя работа принимается в конце сентября. В ноябре у нас будет проходить семинар, связан с годом кино, и там будут вручены все вот эти документы, сертификаты и дипломы. и также пройдет выставка вот этих работ. Проголосовать можно будет на сайте за эти работы? Можно будет проголосовать, они будут выставлены в сентябре месяце. то есть август, сентябрь, сроки итоговой работы. Сроки итоговой работы это август месяц, но желательно не позднее 20-го, потому что эти работы нужно пересмотреть, представить. Может быть, чем раньше вы пришлете, тем раньше вы можете получить какие-то рекомендации по вашей работе, чтобы вы могли их доработать. Или она будет просто не включена в издание книжки. Но это на ваше усмотрение. Уважаемые коллеги, еще несколько слов проговорю вам. Такой небольшой анонс, об этом в общем-то писалось во всех территориях, но когда мы очно встречаемся с коллегами, почему-то многие из них даже не подозревают о том, что происходит. Итак, я напоминаю, уже говорила об этом, упоминала программу развития системы российского музыкального образования на период с 15-й по 20-й годы. И хочу сказать о том, что результатом реализации этой программы, которая отслеживается и департаментом образования, и министерством должен быть результатом должно быть участие в коллективных формах музыкального творчества 40% не менее 40% обучающихся вашей образовательной организации, вашей школы. И многие в связи с этим у нас Междуреченск известен как очень поющий город, ваша замечательная хоровая школа, и педагоги всегда достаточно высокие места занимают на курсах, на конкурсах, и возможно, что вам хотелось бы постажироваться в известных коллективах. Так я об этом говорю как раз потому, что если вы уже после окончания вебинара выйдите на сайт нашего института и активируете ссылку прямо на главной на главной страничке стажировка по программе формирования музыкального творческого коллектива учащихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, вы сможете подать заявку на такую стажировку. Там четко расписаны стажировочные площадки, учитывая, что Междуреченск это юг Кузбасса, то мы предлагаем несколько стажировочных площадок в творческих музыкальных коллективах в городе Новокузнецке. Это ансамбль эстрадной песни «Волшебный микрофон» детско-юношеского центра «Орион». Это ансамбль эстрадной песни «Облака» городского дворца детского юношеского творчества имени Крупской. И это театр студии, если вдруг у вас музыкальный театральный коллектив «Шолуны», опять-таки детско-юношеского центра, наверное, в который хотели бы попасть многие из нас. Это хоровая детская студия «Надежда». Почему так бедно пространство по предмету музыки в направлении олимпиад конкурсов областных областных для школьников общеобразовательных школ? Я хочу сказать, что вы зря сетуете на бедноту. Почему? Ну, потому что вот в Новокузнецке уже в течение достаточно длительного времени проходит конкурс олимпиада для учащихся по предмету музыка. И для того, чтобы подготовить ребятишек, в общем-то, у педагогов уходит достаточно много времени. И в этом году могу соврать, но, по-моему, в марте месяце она успешно прошла. Другое дело, что незначительное количество принимает участие. К сожалению, я в этом отношении ничего поменять не могу, поскольку работа с обучающимися, к сожалению, не входит в структуру деятельности института. Я пробовала через институт в том году провести в здании института и с участием педагогов вот такой работы олимпиаду для учащихся, однако ничего не получилось. Но спасибо за ваш вопрос. Возможно, мы что-то придумаем тогда заочное для того, чтобы, может быть, таки по аналогии с изобразительным искусством, чтобы вы имели возможность продемонстрировать свой профессионализм и свое творчество. Спасибо за предложение. И стажировка платная? Стажировка, она рассчитана на 72 часа, хороший вопрос, и является абсолютно такой же, таким же форматом повышения квалификации, как и просто курсы. Поэтому, да, она платная, и это государственная цена, то есть это не хозрасчет, это не какие-то большие деньги. Мы посчитали, но вот на сегодняшний день это 1600. А дальше вас... Дистанционные... Тестирующие? А что? Тестированные? Ну, наверное, по музыке, я не знаю. Не очень понятно, что это тестирующие. Олимпиады? Ну, а для педагогов или для учащихся? Для кого? Ну, наверное, для учащихся. Мы с учащимися не работаем. Мы не работаем с учащимися. Мы работаем с педагогами. Это департамент образования. Это да, этим занимается департамент образования, но, в общем-то, у нас очень хорошая связь с Академией. Мы пообщаемся на этот предмет. Ну, вот у нас лектор, который проводит, но только у нас в КРИПК и ПРО занятие, это Казарина Татьяна Юрьевна. И поэтому к этому материалу будет подкреплена ее презентация, где представлены различные сайты по художественно-эстетическому, те, кто занимается художественно-эстетическим образованием, там, проводят различные конкурсы, будут ссылочки на разные сайты. Поэтому вы можете воспользоваться этим материалом. Это институты художественного образования. Я думаю, этот материал тоже будет для вас очень интересным. Я немножечко вернусь к вопросу Ольги Николаевны по поводу того, что будем искать по просторам интернета какие-то Олимпиады. Что мы можем сделать? Мы не можем какие-то конкурсы для обучающихся проводить, но мы можем провести какой-то конкурс для педагогов с участием обучающихся. Но это возможно только творческие коллективы. То есть вот в этом направлении, если вам это интересно, мы таки можем какой-то один проект запустить и попробовать его. Потому что в отношении изобразительного искусства конечно тут попроще. А здесь нужно поразмышлять как все это может быть. Оставшиеся часы пожалуйста вы можете добрать в общем-то конечно желательно чтобы было более 100 часов у вас но 72 это тоже часа достаточно хорошая цифра. но тем не менее мы традиционно проводим семинары и в этом году ряд семинаров посвящено году кино для учителей для учителей музыки. Поэтому пожалуйста приезжайте к нам на семинары. У нас рассчитано в этом году что вы сможете посетить 4 семинара вот 6 умножайте на 4 это уже 24 часа вы уже перешагнете. если такой возможности нет то вы можете точечно посетить семинар даже если вы один семинар посетили вы уже тоже можете получить сертификат и добрать какими-то семинарами которые успешно проходят и в Новогузнецке и в других городах может какие-то заочные семинары ну как курсы повышения квалификации возможно у вас психолого-педагогические какие-то вопросы волнуют в принципе возможно что посетив эту стажировку вы в более так сказать свободном режиме посетите курсы повышения квалификации традиционные но 72 часа на 72 часа вы будете свободны это системно-модульный да да это кредитно-модульная система вот ваши 72 часа засчитываются и к оплате у вас будет остальные от 120 отняли 72 и вот эти оставшиеся часы вы оплатите для того чтобы пройти курс а 72 часа уже оплачены они просто будут вам уже засчитаны а вы точно посещать будете да да если кто у кого-то в этом году идет или на следующий год будет нужны курсы 120 часов и он записан на эти курсы то по кредитно-модульной системе эти часы засчитываются человек пишет заявление о том что он проходит и только после этого когда ему сделали перерасчет он подписывает договор по оплате курсов то есть не спешите подписывать договора за год не имеет смысла если вы достаточно много часов набрали что касается тематики семинаров то просто сходу мы сейчас не проговорим конечно как ежегодно мы планировали планируем семинары где-то уже в августе месяца выставится новые образовательные услуги на следующий год 16-17 там четко прописаны и все курсы и все семинары и какие-то консультации возможно для вас актуальна сертификация как музыканта вы можете приехать на консультацию посмотреть послушать задать свои вопросы то же самое что касается и аттестации то есть все консультации и семинары вам они доступны еще раз напомню буквально входите на сайт института и слева образовательные услуги на 16-17 год они еще пока на стадии доработки но тем не менее если бы даже мы вам проговорили тематику возможно сроки еще не устоялись вы внимательно все это посмотрите и выберите для себя то что актуально сертификацию вы пишете заявление и для прохождения сертификации и вам индивидуально присылают приглашение приглашение да я часто ну вот город прокопьевск они приезжают на автобусе привозят разных педагогов они проводят сертификацию участвуют сертификации коллеги я просто вам напомню что чтобы более подробно поскольку это сфера деятельности о которой мы знаем но ею не занимаемся вам лучше опять в подразделениях выбрать центр аттестации сертификации и все документальные какие-то материалы там расположены и даны контактные телефоны вы можете созвониться но я все-таки вам рекомендую посетить хотя далеко конечно из Междуреченской ехать посетить вот такую консультацию потому что вы хотя бы попробуете еще может не столь сложны вопросы сколько педагог ограничен во времени вот если бы так сказать поиграть в эту сертификацию возможно вам было бы проще потом пройти ее бывает так что педагог не проходит с первого раза сертификацию но это не догма это не позор он может потом еще раз попробовать пройти ее потому что вот почему и полезна будет консультация как я думаю ну вот у вас выложены модули по разным разделам то что включает программа сертификация нормативно-правовые основы психолого-педагогический блок современные педтехнологии компьютерные там технологии вы внимательно изучите скачаете эти материалы которые вам предлагаются и когда вы подготовитесь по этим материалам то сертификацию вы пройдете гораздо успешнее но вот учителям искусства очень важно знать а как долго будет действовать это сертификация два года два года действует поэтому осталось немного только ее пройти ну два года когда вы получили документы вам оплачивать и чем завершили так о чем мы еще не сказали об августовских афишах которые будут 17 августа к нам приезжает методист из объединенного издательства Драфа и Вентана Граф Академикнига и она будет рассказывать о тех новшествах или о тех учебных УМК учебно-методических комплектах которые выпущены этими издательствами или будут выпущены потому что они сейчас все корректируются абсолютно все мы приглашаем желающих также вы можете выслать тезисы да мы вас приглашаем как выступающих это и будет вам дополнительный бонус и вот как раз опять-таки вот эта тема итоговой работы и может стать вашим выступлением потому что вот мониторинг достижений метапредметных это то над чем работает сейчас весь коллектив института это все очень актуально и будет интересно ваше мнение и ваши какие-то находки так вопросы уже по-моему исчерпаны подождем еще ваши вопросы пока еще хочу обратить ваше внимание у вас у многих потому что я очень к вам приезжала на занятия вот такая вот книжечка очень видите рисовать на уроках изобразительного искусства если вы еще раз заглянете в эту книжечку вы увидите здесь ну вот по тому как мы анализируем художественное произведение то есть дано само произведение но в таком формате напечатана книга и какие вопросы и о чем идет беседа с детьми по поводу конкретного зрительного образа когда вы выполняете шестой модуль ну у многих в территории эта книжка точно есть потому что на курсах она была выпущена в 2009 году она была приобретена приобретена так плохо видно ну давайте сканированную книжку я могу выслать тем у кого нет этой книги вы присылаете на мой электронный адрес письмо заявку в электронном виде хотите ту или другую книжку так павгос курсы музыки закончатся на классе в учебнике павгос до 9 класса как это понимать но у вас же не будут изымать книги по 9 классу дело в том что павгос вот опять-таки теперь уже курс музыки до 8 класса а вот в документальное да это документально прописано в программе в примерной программе перелистайте эту программу посмотрите но это не документ министерства это не официальный документ приказ это не приказ Ирина но тем не менее вот что касается 9 класса хорошо что авторы создают они могут создать и до 11 класса это может быть школьный компонент вы можете продолжать уроки музыки проводить если администрации и родители видят результативность того что происходит на уроках музыки то есть пожалуйста это может быть факультативно как-то введено так что найдем куда дети учебники по музыке по 9 классу возможно у вас образуется клуб любителей музыки и эти учебники пригодятся надо в 8 классе ну вот давайте мы эту деталь уточним я еще раз просмотрю примерную программу но там четко прописано что уроки музыки по 8 класс пожалуйста давайте вместе посмотрим примерные программы они являются основным документом сейчас потому что одобрены и приняты поэтому они имеют силу создается учебные планы но часто присылают департамент образования рекомендует какие предметы сколько часов в каком классе в каких школах поэтому нужно руководствоваться вот этими документами наверное по вашему по вашей вот этой записке можно наверное судить о том что вы работаете в пилотной школе и нынче заканчивается у вас седьмой класс потому что седьмой класс ведется только сейчас в пилотных школах ну вот давайте лично мы с вами давайте свяжемся я найду ваш электронный адрес и Татьяна Александровна и уже мне кажется лучше всего все более подробные вопросы написать на электронную почту чтобы высветился ваш электронный адрес вопрос и можно было ответить конкретно вам по конкретному вопросу и вы и в конце концов это письмо вы предъявите администрации как некий документ что ли документальное подтверждение что это невымышленное ваше желание итак друзья пожалуйста не забывайте делать тестовые задания по всем модулям потому что если вы не сделаете не выполните их до 25 августа вас отчислят желающих нет вам не выдадут никакие документы да ну не выдадут документы а значит вы будете ну уже получается отчислены поэтому пожалуйста выполняйте все работы поспешите с содержанием статьи и дело в том что у нас будет хотя бы с вами период когда если что-то не устроит мы какие-то замечания сделаем по статье и вам перешлем и вы сможете проработать и что-то подкорректировать и напомню если вы хотите выставить материалы в методическую копилку это приравнивается к публикации вы должны тоже очень внимательно все посмотреть и самое главное актуальность если вы не свяжетесь с работой в гос то считайте что мы не сможем ее опубликовать и иногда интересная работа но изложена как-то корявым языком поэтому у вас есть коллеги филологи ну попросите пусть они на раз хотя бы прочтут к сожалению работ достаточно много а мы тоже достаточно временем не располагаем а присылают свои работы для выставления на сайт очень много людей и иногда просто все повисает от того что нет возможности ее доработать нам поэтому пожалуйста возьмите на себя вот этот труд я думаю вам коллеги не откажут посмотреть стилистику вашей работы и что-то поправить да и еще так как у нас все-таки это такие предметы которые требуют визуализации там слуш что нужно восприять восприятие музыкальных произведений то вот вы закрепили на сайте на сайте дистанционного обучения свой материал в ордовском документе на электронную почту вы можете переслать приложение вот к этому уроку чтобы потом мы закомпоновали диск с вашими материалами чтобы другой педагог мог воспользоваться просмотреть эти картины фрагменты вашей презентации музыкальные файлы и так далее это будет более такой труд который получит положительную оценку и в вашей работе и нашей что касается задания по музыке то я вам там предложила просто взять какое-то музыкальное произведение и в рамках требований в гос попытаться таки поработать с этим произведением коллеги ну и что написала что можно в формате технологической карты коллеги прочитали последний многие присылают просто урок где масса музыкальных произведений практически они просто перечисляются и никакой отработки в контексте темы с этим музыкальным произведением не прописывается но к сожалению вот такие конечно работы занимают достаточно низкую оценку поэтому коллеги пусть это будет одно музыкальное произведение но вы просто покажите как выстраивается диалог покажите ответы ребят просто контекст формат вернее технологической карты должен был вам помочь это проследить как деятельность учителя деятельность обучающихся и выход на результаты предметные и метапредметные ну вот такое пожелание есть для вас много прислали материалов непременно сегодня же их просмотрю и если что-то будет интересным и возможно помимо материалов итоговой работы мы еще и вот этот ваш материал опубликуем это будет еще даже в два раза лучше чего вам и желаем ну вот я еще зачитаю вот из книжки которую я показываю очень видеть и рисовать на уроках изобразительного искусства урок посвящен шаржам и подведения итогов работа закрепляется на доске обсуждаются результаты практической деятельности дети комментируют свой и чужой рисунок и даются вопросы по каким вопросам они могут комментировать или учитель задает или это будет написано на доске кому удалось интересно выполнить шарж какие рисунки поднимают настроение кто из учащихся наиболее точно подчеркнул особенности своей внешности или другого человека какие детали рисунка отражают черты характера и увлечения выделите рисунок где ярче всего используем выразительные средства графики лаконичность линии выразительность тона штриха необычный ракурс вот по всем этим вопросам которые я перечислила была беседа с детьми то есть дети рассматривали предположим вот вопрос какие детали рисунка отражают черты характера и увлечения был представлен шарж на дейнека который изображен как спортсмен с мускулами на майке изображена буква Д ну это и дейнека и может быть динамо за которую он болеет затем в руках у него кисточка и палитра то есть мы ребенок из этой картинки сам без всякого без всяких подсказочек может выявить да это художник у него в руках палитра и кисточка какие картины рисует дейнека он может выбрать из ряда картин которые представлены именно те наверное на спортивную тему потому что он изображен как спортсмен то есть приводятся картины разбираются эти картины и вот то что мы разбирали это же и анализируется через детское творчество что касается формата технологической карты то давайте в книгах это есть и Валентина Прокопьевна проговаривала но вот там где вам задание дано написано изобразительное искусство и музыка посмотрите в изобразительное искусство и скачайте там написано формат технологической карты он абсолютно единый для музыки и для изобразительного искусства возьмите и сделайте пожалуйста так не выдумывайте другую карту потому что при выпуске какого-то пособия мы стараемся это систематизировать таким образом чтобы был какой-то единый формат стиль должен быть изложения всего вам хорошего доброго светлого отдыха хороших впечатлений приятного лета но и для того чтобы лето это прошло легко наверное чем быстрее вы справитесь с теми задачами на которые сознательно на курсы вы записались совершенно осознанно и есть ряд преимуществ данных курсов мы полагаем что все вы выполните и будете отдыхать спокойно ну а если у вас предстоит поездка куда-то уже завтра ничего страшного все-таки у нас еще есть июль и начало августа поразмышляйте если что давайте тому кто вот срочно какая-то нужна информация давайте я проговорю свой телефон 904 575 7142 если вот такая какая-то нужна быстрая частная беседа на сайте у меня телефонный адрес есть да еще как говорит на своем сайте асфат Саторов Георгий Осипович это то время когда учитель может подготовить свои материалы к будущему учебному году еще раз телефон проговариваю 904 575 7142 ну вот теперь он у вас визуализируется звоните представляйтесь и я готова вас выслушать всего вам доброго удачи успехов вам и вашим ребятишкам до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...